Привет! Как известно, слово серебро, а молчание золото. Но не всем известно, что в этой пословице есть любопытное продолжение слова серебро, а молчание золото, если лоб медный. Вот это продолжение напомнили наши эскулапы, которые уже вторую неделю обеспечивают невеселой информацией почти все информационные ресурсы страны. Из отдельных случаев, с трудом выплывающих на свет Божий, складывается печальная картина существования отдельного медицинского государства в государстве Эстонии. Медицинская корпорация, пожалуй, самая мощная и самая закрытая профессиональная организация в стране. В прессе все чаще звучат упреки в том, что закрытости способствует как бы объективное обстоятельство. Все наши доктора – питомцы тартусской альмовой матери. Подготовка профессиональных врачей в университете ведется много десятилетий, чтобы не сказать веков. И с одной стороны замечательно это, а с другой способствует все той же закрытости. Не случайно газета СТП и Валект в редакционной заметке прямо говорит, что замалчивание – это не выход. Речь идет уже не первый раз о том, что в случае медицинских неудач и даже брака в работе врачей корпорация окружает ореолом секретности. Редкий случай, когда бывший пациент не столько мертв, сколько жив и рассказывает о своих злоключениях публично. Медицинское сообщество взяло за правило покупать молчание пострадавших пациентов за большие деньги, либо использовать дорогих юристов для поддержания реноме больниц в наилучшем виде. Выясняется, что Министерство социальных дел не имеет четкого представления ни о врачах, которым за рубежом запретили работать, ни о врачебных или диагностических ошибках, поскольку пациенты получают денежную компенсацию за ущерб здоровью, что само по себе правильно, но при этом подписывают обязательства о неразглашении, то случаи медицинских ошибок не получают огласки и остаются в недрах больниц. А это значит, что ошибки не классифицируются, не анализируются всем медицинским сообществом и государство, не имеет необходимой информации. Больницы, например, отказались сообщить газете не только подробности такого рода соглашений, но даже их количества. Корпорация засекречивает едва ли не любую невыгодную ей информацию. Например, в Финляндии можно официально получить сведения о качестве работы и ошибках врачей, приехавших работать из Эстонии, а в Эстонии информацию о результатах докторского труда выудить невозможно. И эта закрытость не идет на пользу нашей медицине. А Союз с врачей тем временем требует не принимать на работу в медучреждения специалистов из других стран без отменного знания эстонского языка. И игриво намекает в своем открытом письме, что пациентам придется подучивать русский язык, если министерство не введет жесткое требование по владению госязыком. Тут мне вспоминаются случаи, когда я был на курсах повышения квалификации в Израиле. Тогда в нашей группе заболел человек из солнечной Туркмении. Из языков он владел туркменским сословарем и русским. Наш куратор попросил меня сопроводить его в местную больницу, надеясь, что мои скромные сведения о языке туманного альбиона как-то поспособствуют решению проблем. В Иерусалимской больнице нас приняли нормально. И когда я не смог объяснить про желудочные колики на языке Шекспира, не говоря уже об иврите, а гугла в нынешнем виде тогда еще не было, нашли в больнице человека, вынимающего по-русски. И это я не к тому, что великий и могучий поможет везде, а к тому, что пациент и врач в больнице находятся не как бы в безвоздушном пространстве. И нормальные коллеги всегда помогут, если возникает проблема. А вот активное сопротивление вхождению в закрытую систему выпускников Тартусского университета специалистов, получивших образование в других странах, лишний раз свидетельствует о пагубном стремлении к закрытости нашей врачебной корпорации. В итоге надо надеяться, что Министерство социальное, которое, кажется, реально заинтересовано в создании действующей системы информирования и анализа врачебных ошибок, сможет договориться с одной из самых сильных профессиональных организаций в стране. А по ней, по стране, промаршировал праздник победы над Ландосфером под Вынну, одной из побед в освободительной войне. И поскольку на войне, как на войне, то и придумали парад провести в честь этого события. Собрали представителей кайцелита, и те промаршировали со своей техникой по певческому полю в Таллин. Вероятно, милитаризовать певческое поле, символ поющей революции, решили в администрации президента или согласились с этой замечательной идеей, что практически одно и то же. Превратить овеянную орелом мирного сопротивления площадь певческого поля в демонстрацию парамилитарной мощи страны – это надо быть как минимум восьми пядей во лбу. Кстати, и народу эта демонстрация воинской доблести добровольцам не сильно понравилась, ибо парадец проходил при весьма скромном участии зрителя. Интересно было бы послушать, что думал об этом самодеятельном военном спектакле Бронзовый Густав Эрнес Акс, отец эстонской песни и ее же праздника, сидящий на вершине горки перед знаменитой страной. Особенно в тот момент, когда президент Эстонии Керти Кальюлайт советовала политикам, а не увеличить ли наш военный бюджет до 4% ВВП? Наверное, за счет культуры и медицинского обслуживания. Так что не болейте и мундиальте на здоровье!